Приветствую всех! С вами комментатор Олег Саламаха и это рубрика Катастрофы в дебюте. Еженедельная рубрика, в которой я подбираю ловушки и катастрофы, которые случились в партиях сильных шахматистов и не очень. И сейчас мы с вами рассмотрим вариант, который встречается в испанской партии, а именно разменный вариант. И посмотрим в нем три красивых ловушки, то есть три варианта, где черные пытаются атаковать, в каком-то случае они пытаются атаковать неправильно, в каком-то правильно. Ну и в общем присаживайтесь поудобнее и давайте смотреть, будет интересно. Первая партия была сыграна в Амстердаме в 1979 году между Хансом Бомом и Романом Хернандесом. Итак, речь в сегодняшнем видео, то есть в сегодняшней рубрике пойдет о следующем варианте. Е4, Е5, конь Ф3, конь Ц6, слон Б5, испанская партия, А6, слон БЁЦ6, БЦ, то есть разменный вариант испанской партии. Далее белые играют рокировка и черные. Здесь могут пойти как слон Д6, Ф6, ферзь Ф6, но мы смотрим вариант слон Ж4 и после хода Х3 избавления от связки, черные играют Х5. То есть оставляют слона под боем, брать его очень опасно, после ХЖ коню некуда будет ходить, ферзь Х4 идет с матом. Далее у нас идет такой вариант Д3, ферзь Ф6. И здесь белые могут сыграть конь БД2, но здесь сыграли они слон Е3, то есть они не боятся вот этого сдвоения. Итак, черные играют конь Е7, хотя могли сыграть и слон БЁТ Ф3. Конь БД2, белые укрепляются и здесь черные переводят коня на поле Ф4 для атаки. Конь Ж6, хотя это ошибка. И ошибка эта связана с тем, что здесь вместо, значит, после ХЖ, то есть здесь белые принимают жертву, ХЖ, ХЖ. Но здесь им нужно было сыграть точно. Они должны были сыграть слон Ж5, то есть прогнать ферзя, не давая ему пойти на поле Х4. И после ферзь Е6 конь уходит на Х2. Висит пешка на Ж4. Атакованная она ферзем и конем. И здесь атака черных заходила в тупик. То есть здесь они ничего особого не добивались. И, в принципе, какая-то, может быть, борьба бы и была, но, конечно, это не то, на что рассчитывали черные. Ну, а они сыграли конь Ж5. Белые вот так вот напрыгнули конем. И вот теперь замысел черных проходит в полной мере, потому что после хода коня Ф4 перекрытие. Повис конь, атакован конь на Ж5. Если, например, сыграть слон БЁТ Ф4, то тогда ферзь БЁТ Ф4. Двойной удар на поле H2, то есть на мат и на коня. И здесь черные сразу получают отличную позицию. То есть с перевесом они потом уходят в 3-0 и у них драмовая атака по линии H. Но после коней Ф4 белые решили защитить своего коня. То есть сыграли ферзь БЁТ Ж4 и получили ответ ферзь БЁТ Ж5. То есть просто отвлечение мы с вами разбирали в рубрике в гостях у тактики. Тактический прием отвлечения. Здесь ферзь с поля Ж4 отвлекается с поля Е2. И после ферзь БЁТ Ж5 у нас конь наносит смертельный удар своим копытом. То есть конь Е2 вот такой вот получается симпатичный мат. Ну что ж, это была первая партия. И теперь мы с вами переносимся в тот же вариант, но уже во второй партии. Вторая партия была сыграна в Москве в 1970 году между Алексеем Горчаковым и Гунарсом Нейманисом. Итак, тот же самый вариант. Е4, Е5, конь Ф3, конь С6, слон Б5, А6, слон БЁТ С6, ДЦ, рокировка слон Ж4, А3, А5. Ну а теперь мы видим, рассматриваем за белых. Д3, ферзь Ф6. Ну и здесь, конечно, белые пошли поплотнее. То есть они не стали выводить слона на Е3, после чего конь пошел на Д2. А сразу укрепили своего коня ходом конь БД2. И здесь черные сразу же допустили ошибку, причем допустили ошибку такую достаточно серьезную. Им надо было сыграть здесь слон Д6 с дальнейшей длинной рокировкой. Но они решили сразу сыграть длинная рокировка. И вот это как раз решающая ошибка, потому что после АЖ, вроде бы, казалось бы, что слон стоит здесь как камикадзе, но после АЖ, конь АЖ2, выяснилось, что атаки, собственно, никакой нет. Атакована пешка на Ж4. Как продолжить атаку? Белые просто пошли, вернее, черные пошли просто ферзь АЖ4, но упустили из виду тот факт, что после рокировки король-то стоит на поле С8. И после ферзь БДЖ4 шах партия закончилась, так как ферзи размениваются. Атаки никакой у черных нет, а у белых сохраняется лишняя фигура. Вот такая вот интересная катастрофа. Вроде бы черные атаковали, но в результате попали из огня до в полымя, как говорится. То есть потерпели крах. Ну и нам осталось рассмотреть третью партию, и мы с вами выступаем к ее просмотру. Третья партия была сыграна в США в 1998 году между Гильсом Бакендорфом и Харутяном Акопяном. Итак, Е4, Е5, конь Ф3, конь С6, слон Б5, А6, слон БЦ6, ДЦ. Тат же самый разменный вариант, рокировка, слон Ж4, Х3, Х5. Д3, ферзь Ф6, конь БД2. Но здесь уже, как я говорил в предыдущем примере, Харутяна Акопян сыграл слон Д6. Сыграл сильнейшим образом. После водя Е1, конь Е7. С3 сыграли белые. И черные проводят свой план, они играют длинная рокировка. После чего белые взяли АЖ. Думаю, что с ними ничего не случится, но если мы сравним с предыдущей позицией, где король ставил на С8 и подвергся шаху с поля Ж4, здесь мы увидим, что, во-первых, водя с полей Ф1 ушла, то есть она ушла на поле Е1. И еще разница в том, что конь с поля Ж8 вышел на поле Е7. И это существенная разница. После АЖ, конь Х2, здесь черные сыграли, водя бьет Х2. Восклицательный знак. Теперь белым нужно было здесь сыграть правильно. Ферзь бьет Ж4, шах. И после король Б8 сыграть конь Ф3 немедленно. То есть тогда бы водя ушла на поле H7, но позиция черных все равно была бы поприятнее, потому что у них идет драмовая атака по линии H, води бы сдвоились. И все равно, мне кажется, позиция черных здесь поприятнее. Хотя вот компьютер почему-то утверждает, что позиция примерно равна. Но после король бьет Х2, вопросительный знак. То есть король принял жертву. И выяснилось, что после ферзь бьет Ф2, точного хода, угрожает водя H8 с немедленным поражением, то есть мат грозит. Также водя с поля Е1 атакована. Ну то есть что нужно делать? Нужно как-то защищаться. Иной защиты, кроме как ферзь бьет Ж4, шах нет. Но тогда выручает ход Ф5. Ф5 этот ход возможен. Значит, если в предыдущем примере этот ход не был возможен, так как конь стоит на поле Ж8, и белые бы просто взяли эту пешку с шахом и разменяли бы ферзей. То есть здесь белые не могут взять на Ф5, так как пешка Ф5 защищена конем с Е7 избыточно. Ну и остается здесь им сыграть только ферзь H3, чтобы не допустить хода водя H8 с разгромом. Но тогда черные просто отыгрывают водю, ферзь бьет Е1, и позиция их гораздо приятнее. У них, во-первых, уже лишняя пешка. Во-вторых, белые отстали в развитии. Ну и лучшее, что здесь можно сделать, это сыграть конь Б3. Потом, например, сыграть точным образом король Б8. И после слон Ж5, кажется, что белые вот так вот раскручивают свои фигуры, но не тут-то было. Просто играем ферзь Е2, нападаем на пешку Б2, цепляемся. Также угрожает ФЕ с потерей пешки Е4. Конь на Е7 защищен. Ничего здесь особо такого страшного с черными не случается. Ну и позиции черных здесь гораздо пригораздо лучше. И на выигрыш играют только они. Ну что ж, вот сегодня мы рассмотрели с вами вот такой вот вариант. Значит, еще раз повторюсь, что разменный вариант. Рокировка с Лон Ж4, H3, H5. И посмотрели, как здесь ошибаются белые, как здесь ошибаются черные. В общем, думаю, вам было интересно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а для вас работал Олег Соломаха. Всем спасибо и всем пока.